Вот и подошла к концу выставка ProdExpo 2020. Рядом со мной находится руководитель проекта Retail.ru Наталья Марова. И сейчас мы вместе подведем итоги. Наталья, итоги. Очень насыщенная неделя. Конечно, когда первый день я резюмировала, что у нас было по итогам первых двух дней, и сейчас, когда уже столько всего прошло, уже оглядываешься назад и понимаешь, что, боже, сколько могло пройти, и сколько же народу у нас увидело, с кем мы увиделись, и сколько контактов, и сколько проектов у нас получилось сделать. По факту мы отработали на четырех локациях практически все дни. Пресс-центр у нас уже пятый день работает. Если говорить про улицу технологий для Retail, мы тоже все пять дней встречались с ритейлерами и поставщиками. А если говорить про конференционную программу, Retail.ru совместно с Империей Форум получилось сделать несколько мероприятий. И если в первый день мы сделали конференцию по собственному производству, где абсолютно замечательно поговорили про то, какая кулинария может быть, и готовая еда в магазинах, то в четвертый день, то есть в четверг, мы поработали в целом над стратегией в мероприятии «Формула успешного продовольственного магазина». И в этот раз мы еще сделали впервые круглый стол, который в первую очередь акцентирован уже на производителей. Конечно, мы всегда и много собираем информацию про Retail, но не надо забывать, что Retail.ru в слогане находится ритейлеру и поставщику. Поэтому, конечно, мы в этот раз впервые попробовали сделать круглый стол для производителя, как продвигать свой товар на полку. И в первую очередь мы поговорили о B2B-инструментах, которые должны использовать и могут использовать производитель для того, чтобы о товаре знало больше. Совместно с коллегами из Инфолайна, из Империи Форум, а также Bright Consulting мы поговорили о том, какие эти могут быть инструменты. И если вы хотите получить итоговый чек-лист, то заглядывайте в подписи, наверное, в подписи мы добавим ссылочку, куда можно оставить заявку и, соответственно, получить данный чек-лист. Вы знаете, я вот сейчас перечислила, и само немножко страшно, сколько всего мы сделали. Но тем и хороши, и большие мероприятия, когда можно попытаться все это сгенерировать, и будет для этого аудитория, и будет для этого людей собирать. Ну, готовьтесь на эти мероприятия, приезжайте в большей команды, чем просто один человек, потому что, конечно, одному человеку охватить все это невозможно. Наталья, и не могу, конечно же, не спросить про общее впечатление о выставке и чем она отличалась от выставки в 2019 году. Многие, кто приходят ко мне на интервью, говорят, что колоссальное различие, гораздо больше поставщиков, и просто вау-эффект. Ну, вы знаете, у меня вообще нет плохих выставок, честно вам скажу. Может быть, у нас так получается, что коллеги умеют работать на всех мероприятиях, и даже если по какой-то причине, ну, всякие бывают времена, у нас, может быть, там какое-то схлапывание посещаемости происходит, или какой-то сегмент перестает быть интересным ритейлером или производителем. Но в любом случае мы находим возможности и создаем себе трафик на стенды и на мероприятия. Вот, непосредственно продэкспо, ну, слушайте, ну, крупнейшая выставка, которую очень многие люди ждут, они реально к ней готовятся. У них единственное мероприятие в год, скорее всего, для многих, особенно региональных поставщиков, это то мероприятие, на котором мы сейчас с вами находимся. Поэтому в сравнении год с годом, ну, честно, у меня и в прошлом году было очень активно. Ну, я, например, и противоположные отзывы читала в интернете, что выставка, мол, там меньше народного. Ну, честно, если ты идешь через павильон, и ты не можешь протолкнуться через людей, это, ну, это факт, это просто факт. Понятно, что есть павильоны, которые менее насыщенные, это вот связано с оборудованием, но надо понимать, что целевой посетитель этой выставки – это закупщик. И, конечно, он в первую очередь ходит по тем павильонам, где есть конкретные категории товаров, которые нужны. Но тем ценнее те контакты и те люди, которые доходят до целевых стендов, связанных с оборудованием, со слугами, с услугами. В нашем случае на улице технологии было торговое оборудование. Тем они ценнее и более четко отрабатывают контакты. Им не мешает никто лишний, кто интересуется другой темой. Поэтому абсолютно понятно, почему организаторы упаковывают по принципу оборудования к оборудованию продукты молочки, продукты молочки. Иначе будет… Это же не просто так они кластеризируют. Поэтому я так скажу, с трафиком все хорошо, а надо уметь работать. И если по какой-то причине вас не устроило качество выставки, подумайте о том, а почему у других-то все хорошо. И это, в принципе, относится и ко всем другим моментам, если мы говорим про любой бизнес. Вот у кого-то все хорошо, а у вас плохо. Или, наоборот, у вас все хорошо, а у других плохо. Но, наверное, кто-то в этом тоже виноват. Но не только всегда, там третья какая-то сторона. Поэтому мне лично с выставкой, можно по поводу выставки сказать только то, что да, активно, да, много контактов, да, интересно. С нами была Наталья Марова. Спасибо вам большое.